Вы знаете, конечно, тяжелое поле очень здесь, в Воронеже мягкое, сильные ноги, ну, видно, да, со стороны, тяжело по нему играть, ноги быстро садятся по этому полю. Так что, ну, мы сыграли в свою игру, как в последнее время играем, в принципе, ребятам, я очень благодарен за это, они просто молодцы в последнее время. Именно по игре, по результату выполняют все то, о чем мы договариваемся, и к нам приходит результат. Так что, ну, тяжелая игра была сегодня, тяжелая, еще раз повторюсь, потому что поле тяжелое там, ну, и соперник, конечно же, хороший, мы, естественно, как всегда, настраивались на этот матч, готовились к нему, ну, и молодцы, еще раз говорю, ребята выиграли, одержали победу. Так что, в принципе, если есть какие-то вопросы, давайте. Стали ли те проблемы, которые вас настигли в Москве, связанные с переездом, с дорогой, каким-то стимулом дополнительным для сегодняшней успешной игры, какой-то драк появился? Ну, вы знаете, у нас, мы, как вы, договорились с ребятами, мы на каждый матч выходим, и, скажем так, нам ничего не мешает добывать результат. То есть, вот эти моменты, которые, да, есть в последнее время в команде, ну, всех, которые происходят, вот эти вот, мы, когда на поле выходим, мы договариваемся про них как-то забывать, выходить на поле, играть в футбол, выполнять свою работу. Ну, а то, что вы спросили у меня, помешало ли это, то, что мы там добирались так до вас, ну, я думаю, что не помешало, потому что мы заранее прилетели, мы вчера еще предыгровую тренировку провели здесь, как бы нам времени хватило чуть-чуть адаптироваться, там, скажем так, отдохнуть, выспаться, ну, и выйти на сегодняшний матч. Еще вопрос. Константин Владимирович, в первом круге, вроде Востоке, Факе победил за счет стандартных поражений, сегодня у ворот Гаврилова практически, ну, фактически ничего не было создано после штрафных, уголовых, обращая особое внимание на этот компонент? Ну, обращали, конечно же, мы всегда обращаем внимание на этот компонент. И еще раз повторяюсь, как я всегда и говорю, что это неотъемлемая часть игры, то есть мы, как бы, естественно, как ваша команда в атаке играет, там, при стандартных положениях, как в обороне играет, и так далее, мы к этому готовимся, естественно, ну, и, как бы, у нас тоже есть ребята мощные, высокие, ну, вы сами видите, то есть мы стараемся нейтрализовать тоже ваши опасные моменты в своих порогах за счет наших ребят. Да, я считаю, что по своему содержанию, пожалуй, наверное, худшая игра в сезоне. Играли мы сегодня с командой очень организованной, команда, которая по ходу турнира прибавляет, сильно прибавила. Мы знали, по какой тактической схеме они будут играть с пятью защитниками, с тремя центральными полузащитниками, что их сильное качество, это стандартное положение. Стандартное положение нацеливали ребят, чтобы вскрыть эту оборону, должны очень активно были собирать на флангах наши два крайних полузащитника и эпизодически включение крайних защитников, освобождать зону, включая. К великому сожалению, этого не было, не было, попытки были, но до таких реальных угроз дело не доходило. В принципе, если анализировать, команда «Луч» сыграла очень организованно в обороне, мы практически не имели в сегодняшней игре ни одного маломальски голевого момента, скажем так. Да, вроде бы владели территорией, да, владели мячом, но до реальных угроз. И у них-то тоже, по большому счету, ничего не было. Один удар с центральной зоны, с опорной зоны, которую не закрыли наши центральные полузащитники, привел к такому полчевному результату. Владимир Ильич, Мурнин Андрей сегодня был, наверное, одним из самых таких бледных, ну, в принципе, все сегодня ярко играли, но все-таки мозг команды – это он, от него, в принципе, мало что исходило. Наверное, это одна из причин, да, вот того, что результат не был достигнут. То есть мысли мало было очень. Ну, средняя линия вся сыграла крайние полузащитники. Альшин и Козлов очень слабые. То, что им вменялось в их обязанности вскрыть фланги, практически этого ничего не было. У Козлова был момент, в первом тайме, там, у него штрафной очень, он на крови не хватило, в ситуации, когда пошел, он в штрафную, там, все, и нужно было. Ну, средняя линия, да, от средней линии очень многое зависит. Все, и организация атакующих действий, и оборонительные. В организации все, то, что мы планировали, практически в Лаконе ничего не было. А в оборонительных функциях не закрыли ту зону, с которой забиваются мячи. Собственно, центральный полузащитник у них и забил с этой зоны с опорной. Такие вольности нельзя позволять команде соперникам. Практически один удар в ворот, 1-0 проиграли. Ранняя весна и поздняя осень, получается, это не время для фаркла. То есть когда тяжелые поля, когда мяч летает по полю. Ну, многие мне могут возразить, что поле для всех одинаковое, да. Но действительно, вы правы, что как только качество поля хуже становится, у нас ребята техничные, быстрые, в комбинационных футболах. А комбинировать на таком поле крайне сложно. Малейшая неточная передача, ускорение травы идет. Они очень, ну, я говорю, пять защитников, центральных, все перекрыли, все. И сложно, главное, как ворот, это не наше сильное оружие. В очередной раз я об этом говорю. Свети, какова главная причина, которая помешала сегодня Афакилу удивить соперника? Ну, так сказать, слишком предсказуемо. Мы были такой чувство, что вот они прочитали нас и знали, как играть, и перекрыли все. Ну, у них такая тактика выбрана на игру, и мы знали эту тактику, мы понимали, как они будут играть. Мы просто не смогли сделать то, что должны были сделать, да. И поэтому ситуация такова на сегодняшний день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова